Альфия, здравствуйте! Добрый день! Как, я думаю, вы уже наверняка в курсе, мы обсудили вот «Москву слезам не верят» и цитаты, которые в этом фильме были, действуют ли они сейчас, можно ли провести их через призму современности? Вот, к примеру, фразу Лиза вспомнила, если не ношу обручальное кольцо, то это еще ни о чем не говорит. О чем это говорит? Вообще, сама фраза, я пересмотрела этот кусок, этот фрагмент, сама фраза, это на самом деле защитная фраза в ответ на атаку Гоши в метро, который решил ее, или в электричке, он решил героиню нашу атаковать, вступить в диалог, и достаточно сделать это вызывающе, в такой нагловатой манере, и это был ее способ защититься. И поэтому в этом смысле совершенно, ну вот и сейчас можно так сказать, и какой подтекст, какой смысл этой фразы, отстанет меня, не пытаясь приставать ко мне. То есть это такой инструмент, как отшить парня прямо сейчас. Класс. Да, да, конечно. Альфия, мне приглянулась фраза, наверное, он все-таки с пикника больше, про шашлык. Вот шашташлык женских рук не терпит, вот идите туда, ваши зрительные места, собственно, в зале. Это сексизм или нет сейчас? Ну, я думаю, что да, это сексизм, конечно. Это очень грубо. Спасибо. Очень гадко и понятно. Ну, что, современный мир, что поделать? Ладно, я не буду применять эту фразу в дальнейшем. А что насчет фразы, чтобы стать генеральше, надо выйти замуж за лейтенанта? Логика ясна, но в современном мире это не работает? Я думаю, это потеряло актуальность, потому что, во-первых, это тоже сексизм. То есть этой фразой как бы нам говорят о том, что сама по себе женщина в жизни ничего добиться не может, но если она хочет иметь блага этого мира, она должна, значит, из маленького солдата сделать большого генерала. И тогда будет ей счастье. Я думаю, что мы живем сейчас в другой реальности, когда, в общем, и без солдата, и без генерала женщина может создать для себя ту жизнь, которую она желает. А жить вместе с мужем, быть партнером имеет смысл в том случае, если вам действительно вместе хорошо, и вы единомышленники. А не то, что кто-то делает кого-то из другого. Поэтому я думаю, что это не актуально. Альфия, спасибо вам большое. Было очень интересно, любопытно послушать. До свидания. Спасибо.